Видеофильм об Устюрте. Устюрт – трансграничное плато, расположенное на Орало-Каспийском водоразделе на территории Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Эта территория относится к природной зоне Туранских пустынь с холодными зимами. Плато ограничено отвесными обрывами – чинками, высотой от нескольких десятков до 340 метров. Его площадь – около 200 тысяч квадратных километров. Из которых около 40% приходится на Казахстан. Чинки, изрезанные живописными каньонами, и горы-останцы, на которых нередко обнажаются древние белоснежные меловые отложения, в сочетании с бескрайними пустынными просторами самого плато, определяют неповторимое своеобразие и первозданную неземную красоту ландшафта. Климат Устюрта резко континентальный. Летом здесь очень сухо и жарко, зимой холодно. Осадков выпадает мало, суточные перепады температуры велики. Биологическое разнообразие Устюрта, его флора и фауна – типичны для Туранских пустынь. Из примерно 600 видов высших растений, отмеченных здесь, 6 видов занесены в Красную книгу Республики Казахстан. Многие виды животных также занесены в Красную книгу Казахстана. Среди них такие редкие виды, как манул, каракал, медоед, хорь-перевязка, джейран, устюртский горный баран, уреал, дрофа-красотка, сокол-балабан, могильник, беркут, степной орел, змеи-яд, стервятник, филин и другие. А около полувека назад здесь еще охотились последние азиатские гепарды, ныне, к сожалению, истребленные человеком на пространстве бывшего СССР. Та же печальная участь может постигнуть и устюртскую популяцию сайкака. Помимо уникального геологического, ландшафтного и биологического разнообразия, устюрт знаменит интереснейшими палеонтологическими объектами. Здесь воочию, буквально под ногами, можно наблюдать многочисленные окаменелости мелового и более поздних периодов, аммониты, белемниты, раковины двустворчатых и брюхоногих моллюсков, панцири морских ежей, зубы акул, кости рыб и китов. На протяжении многих веков устюрт был перекрестком цивилизаций, сохранил следы скифов, массагетов и других древних народов. Когда-то здесь проходили оживленные караванные пути. По всему плато – рассеянные средневековые некрополи с величественными мавзолеями-мазарами. Известны и более древние памятники – неолитические стоянки и так называемые араны, тянущиеся на сотни метров каменные заборы сложной конфигурации, служившие древним охотникам для массовых облавных охот на стадных копытных – куланов, сайгаков и джейранов. На устюрте немало святых и священных для мусульман мест. Наиболее известные из них – некрополи святых мудрецов Бикет-Ата и Шопан-Ата, ежегодно посещаемые тысячами паломников из Казахстана и других стран. На территории Мангистаусской области существует обширная сеть особо охраняемых природных территорий, в том числе Устюртский государственный природный заповедник, восемь заказников и один природный парк. В перспективе – создание новых особо охранных природных территорий. По мнению экспертов, некоторые особо охраняемые территории Мангистау по совокупности критериев имеют высший мировой уровень значимости и могут быть номинированы на статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время при поддержке областного Акимата завершен первый подготовительный этап – отобраны наиболее выдающиеся природные объекты и территории. Мы надеемся, что в ближайшие годы эта работа может быть успешно завершена и в Казахстане появится первый объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, что в свою очередь будет способствовать развитию туризма и долгосрочному устойчивому развитию региона Мангистау и Казахстана в целом. Субтитры создавал DimaTorzok